На месте былого лагера военнополонных увез Цебярозовка кожный ковалочек земли, просякнутый страхом, болью и кривей. Тут были по зверску закатованы и заживо похованы больше за 88 тысяч военнополонных, партизан и мирных жахаров. И это далеко не один из жудостных след покинутых фашистами на землях Барановицкого района. Барановицкая земля была оккупирована в июне 1941 года. Для массового уничтожения людей оккупанты создали специальные концлагера в шталах 337, колдычевский лагерь смерти, которые унесли жизни более 100 тысяч военнопленных и мирных жителей. Захованию памяти про позвих оборонца уродимы у Беларуси надается особливая увага. У Барановицком районе сёли-то одновили помник увёзцы за старынье. Великую работу провели и у Берозовцы. На реконструкцию помника и доброупорадкование новокольной территории из районного бюджету было выдатковано 50 тысяч рублёв. А кроме того было выкрасано каля 30 тысяч рублёв, заробленных под час субботника. Сделана новая дорожка, облицован мраморными плитами. Изготовлены мраморные 8 плит, где нанесены более 200 фамилий. Те, которые только известны. В память этих загинувших до подножия помника усклали вянки и кветки. В пронизливой тишине хвили на мовчание прогучали зброевые залпы. Символом совести поколению и напомином для насчатков, пропозвих народа-пероможцы станут и высадженные в этот день самшитовые древы. К молодому поколению очень важно знать о таких местах, помнить о тех героях, которые защищали нашу страну и погибли за нас. Нам это очень важно. И такие места, поистине священные места, помогают нам. Помогают нам ощутить, что значит быть героем, как было тяжело воинам в годы Великой Отечественной войны сражаться за наше будущее, за наше настоящее. 75 годов минулась Дня Перамоги, но не сгасая память про тех, кому война перекреслила лез, у кого дня ложится, как под мирным небом могли жить на шатке. Мы головы склоняем перед прахом тех, кто покоится в земле родной, тех, кто вставал над человеческим страхом, когда страна их посылала в бой.